Доброе утро! Завариваем чай. Сейчас будем завтракать с горячей. Чаек заварится. Как это красиво! Мы завтракаем. Я буду потом... Это цикорий с молоком, это мюсли с молоком. Они здесь немножко размоткают. Я пока поем немножечко холодца. Это родня нам передавала. У Григория яичница с чаем. Доброе утро, Григорий Сергеевич! Ну что, начнем заниматься цветами. Я вам хотела сказать про цветы. Вообще, в принципе, вот эти вот у меня уже стоят здесь давно. С ними ничего не происходит, поэтому я хочу их переставить на другое окно, если честно. А дальше посмотрим. Это орхидейка, которую у родни тогда выпустила. С ней тоже ничего не происходит. Я ее поливаю, но при этом она и не засохла, не завяла. То есть, надеюсь, что ей здесь хорошо. Перчик, по-моему, нужно будет пересадить, потому что ему здесь не нравится. Поэтому ближе к весне я его пересажу пиалочкам. Тут вообще хорошо на этом окошке. Герань тоже здесь цветет, поэтому это все здесь. Вот этот воткнутый просто с этой фиалки отпал листик. Я его просто воткнула вот сюда. Вот посмотрите, тут какой огромный куст вырос. Поэтому денежное дерево немножечко в шоке. Поэтому его... Ну, то есть, фиалку надо будет пересадить, а денежное дерево здесь и останется. Только привести его в порядок. У меня тоже герань красный. Это в детской комнате. Окна выходят туда же, во двор, куда и из кухни получается. В общем-то, ей здесь неплохо. Она здесь цветет и растет. Вот новенькие побеги у нее тут. То есть, все в порядке. Единственное, надо пересадить, потому что уже, мне кажется, там все сплелось с корнями. Поэтому я ее, наверное, пересажу уже к весне поближе. Вот и моя красотка Орхидея, от которой я просто без ума. Какая-то просто невеста. Вот. Как я ухаживаю за Орхидеями? Мне задавали такой вопрос. Когда покупаю, вот это вот нужно уже пересадить. Нужно купить землю и горшок. Вот такой вот. То есть, это большая Орхидея, это не маленькая. Поэтому ей нужен вот такой вот горшок. Но это как я себе вижу. Если вы ухаживаете по-другому, то я за вас очень рада. И я обрезаю. Вот как только цветонос отцвел, я его обрезаю. Хотя некоторые оставляют. Но, не знаю, мне не нравится. Мне нравится, когда вот выпустила новый цветонос и такой обалденный, пышный. Так. И потому что мне нравится, когда все это пышно цветет. Потому что, когда одна веточка осталась, да, без цветов, она стоит с голой палкой. В общем, мне это не нравится. И потом, когда она начинает цвести, то есть, прям она вот так вот пышно вся не цветет. Так что, я делаю, скорее всего, неправильно. Нужно оставлять. Но вот я вот так вот делаю. И первый раз, когда Орхидею вот эту я пересадила, она цвела. То есть, я ее пересадила, обрезала и цветонос, который остался, да, отцвевший палку эту. Я ее обрезала. Так. И обрезала этот цветонос. И она выпустила один цветонос. Здесь, если вы помните, когда он отцвел, я его тоже обрезала. И теперь два цветоноса она выпустила. И настолько они пышные и огромные. Поэтому мне кажется, что все-таки нужно найти для начала место, где будет хорошо цветам. То есть, вот они стоят вот сюда, а солнце сходит с этой стороны. Ну, так как это с левой стороны получается, да. Ой, даже муха, представляете, прилетела к нам погреться. Вот. Так что, не знаю, какая там эта сторона. Ну, в общем, вот здесь этой Орхидеи, по крайней мере, нравится. Поэтому я на эти окна переставила все свои Орхидеи. Вот окна, выходящие туда же, это с игровой комнаты. Здесь, мне кажется, что вот эти вот фикус нужно переставить. Потому что они как бы зеленеют, но мне кажется, что им тут не очень хорошо. И поэтому я их переставлю на другие окна. А вот здесь тоже Орхидейка. Ждет тоже пересадки, как она цветет, пересажу ее. На этом окне еще одна маленькая Орхидейка в Икее. Мы ее покупали и просто так пересадила в этот вот, в обычный майонезный. Из-под майонез, по-моему. А, ведерко или из-под капусты, квашеный. Ну, в общем, не важно, да. Вот это что-то, мне кажется, тут не очень. Гленти какая-то она. Листики или так и надо, что они отсохли. Вот. И фикусы тоже нужно переставить убрать. Вот это вот прекрасно себя чувствует икеевская. Она, по-моему, оранжевая. Так они тут прицепились. Так, и что хотела сказать. Что Афония тогда с корнем прям вырвала. Здесь вот еще одна детка. Видите? То есть, получается, вот основная розеточка. А вот еще дополнительно еще одна. Растет. Ну, здесь палка не обрезана. Ну, что вот это? Я ее обрежу. Я так не люблю. Вот и фикусы тоже нужно, по-моему, переставить. Мне не нравится. Мне кажется, им тут нехорошо. Так, еще в нашей спальне один цветок. Ну, это башка Галя нам подарила. Не знаю, хорошо ли ему тут или нет, но листики темно-зеленые. Поэтому пока тут стоит, но не цветет. В башке Галя, кстати, цвел он. Он у Гришки на окне хорошо цвел. Или будет цвести, или это просто новые листики. Но когда он стоил у Гришки на окне, то он прям цвел-цвел. Может его туда поставить. Но там его Зоя потом перевернула, и я его оттуда убрала. Вот такая вот цветочная семья. Он нас дал в нашей семье. Цветочная семья. И вот так я за ними ухожу. Просто наблюдаю, хорошо ли мы или плохо. Сейчас возьму, наверное, ведро, тряпку и быстренько с окон все посмахиваю. Протираю окна и переставлю немножечко цветы с места на место. Вот эти особенно фикусы мне хочется переставить. И еще вот эти вот луковичные, которые на кухне. Не знаю даже как называются. Но цветут такими как бы лилиями они. Не знаю даже какого цвета будут. Вот, в общем, пошла сейчас этим займусь. Так, все, мы обедаем. Сегодня у нас на обед называется доедание. Гриша доедает лапшу. А я доедаю. Ну, выбирай на вилочку. Давай. Ух ты ж. Горячая. Ну, возьми вилку, Гриш. На кухне сразу поубиралась, помыла посуду и теперь сейчас повезу Григория в школу. Я пошла машину прогревать, хорошо? Все. Все. И сразу на диване все уберись, ладно? Я Григория отвезла. Слушайте, у нас такой ветер. Даже в машине вот сейчас я музыку выключила и слышно как тут все шумит. Просто ужас и тучи. Смотрите, какие нагнались сразу. Я обожаю, если честно, небо. Ну, вы знаете. И насколько оно красивое. Боже, как это круто. Блин, несмотря на то, что такие тучи, это здорово вообще. Так, и вот покупки на сегодня. Так, сахарная пудра. Если честно, перцов не особо. Ну, то есть она нормальная, но лучше Роспак намного. Распак, да? Роспак. В общем, вы поняли. Несмотря на то, что она и по цене это 15 рублей, это 25 у нас. Вот пять штучек я купила. Один лимон. Такой вот кривенький, но зато огромный. Крабовые палочки. Что-то мне салатика захотелось. С кукурузатым валом. Бандюэлевска. Поэтому он дует с крабовыми палочками салат. Сейвый соус. Сейчас мясо поставлю в духовку запекаться. Два молока. Один огурец тоже для салата. И пачка макарон. То есть будут сегодня макароны, салат и мясо. В духовке с сейвым соусом. Я, в общем, знаете, уже губы раскатала. Думаю, сейчас все. Буду готовить ужин. Но нет. Сейчас я подкидываю в котел и еду в школу. Попросили помочь им рисунки на окна поменять. В общем, зимние уже там будут с голубями. Я так понимаю, как будто к 9 мая. Сейчас посмотрим, что там будет. Я уже дома. Включила радио. Сейчас быстренько ужин. Сейчас уже начало 3-го. В 3.30 нужно где-то выезжать за Антохой. Поэтому сейчас самое главное приготовить ужин. Что-то вытекла или тарелка треснула. Сейчас гляну. Мясо как будто треснула тарелкой, что ли. Она прямо здесь, вот на этом. Или мне так показалось? Сейчас помою мясо, порежу его на кусочки. Запеку в соевом соусе в духовке. Я сварю макароны и салат. Так что начнем готовить ужин. Мясо я крупно порезала. Прямо такими достаточно большими кусками. Сюда теперь нужно порезать одну луковичку и чесночка пару. Там 2-3 зубчика. Я уже добавила сюда лук, чеснок. Поперчила, добавила немножечко специй. И сейчас уже буду делать соус из соевого соуса. Подсолнечного масла. Немножечко меда и немножечко горчицы. И все, вот это она же будет жидкая. То есть соль сюда добавлять не нужно. Будет соевый соус. И все залить и прям руками хорошо пожать, чтобы лук выделил сок. Соус я уже сюда влила. В общем, соевого соуса я кладу. Раньше ложила треть бутылки. Но мне кажется, что все-таки четвертую часть нужно. Потому что соленоватое. То есть совсем немножко от плечиков. В общем, по вот этой этикетке вот этого сенсой соус. Вот и с медом. Вот тут целый бутылек у нас горчица. Сейчас все это руками прям буду жать, перемешивать. И ставить сразу в духовку. То есть этот соус хорош тем, что не обязательно в нем мариновать. Мясо долго. Так, ну что, мясо в духовке. Макароны. Вода закипела. Я их забросила. Сейчас вот они, видите, тоже начинают закипать. Посолила воду. В общем, все как всегда. Я думаю, что с макаронами вообще проблем нет. Взяла в этот раз Макфу. Не стала в Магнит заезжать. Так, если честно, я не люблю эти супермаркеты. Ну, Магнит трудно называть супермаркетом. Ну, самообслуживание имею ввиду. Так, яйца. 10 минут. Салат почти готов. Осталось сюда добавить яйца, лук, немножечко петрушки и сметану с майонезом напополам. Не люблю я особо магазины самообслуживания. Не знаю. Несмотря на то, что там как бы все дешевле, но это как бы выясняется потом по чеку, что очень часто. И это уже выясняется дома. Или вообще ты даже об этом и не подозреваешь о том, что ценники могут там быть одни. На кассе пробивают другое. Товара, как всегда, много. Оно просто пикает и пикает, и ты даже не видишь по какой цене. Поэтому я хожу в обычный наш магазин, где на калькуляторе я вижу, что мне там тетя прибавляет, отнимает. Вот. И мне сразу все в пакетик сложили, я взяла и пошла. С детьми мне удобнее и так, да и самой тоже. Поэтому особо не люблю самообслуживание магазина. Ну, знаете, что пошло? Вышла я сейчас на улицу, все там доготовила, все повыключала. Здесь такая крупа сыпет. Боже, хоть бы снег пошел. Я так хочу снега. Папа, меня подожди. Папа везет Гришу на карате, Антошу до бабушки здесь, Афоня уже там. В общем, это у нас сколько? 7.15, да? Давай, котичек. 7.15, 7.16. Григорий, давай, 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 котик, а то опоздаешь. Все, аккуратно, сыночек, люблю. Ехала за Антошкой, Антошка что-то недоволен, да, сынок? Я недоволен на чердаке. Были на чердаке вы? Нет, я завтра была. Вчера. Вчера. Ну и как? Он недоволен и это какой. Что, мама его забирает? Не знаю, он сам не знает. Просто доволен, не дает компьютер, да? Просто недоволен, плохое настроение. Так, перчатки это хочу. Это Афоня не хочу. Афоня у нас всегда в перчатках, даже в комнате, знаете. Давайте. Так он уже в садике теперь перчатки одел, а потом все остальное. Да, потом неудобно, да, кричит, помогите мне. Афоня! Афоня! Давай поворачивайся ко мне. На, на, на. Давай. Давай. Давай, беги кусать. Это она? Да. Целый пакет. У нас там снег идет. Ну да. Ну такой, знаешь, вот три снежинки. Ну отсюда с телефона, конечно, не видно. Иди там, в своей комнате смотри, где ты спишь. Это вообще не видно, но он идет. Как раз. Это два. Потому что мне с ним говорилось. Ну ты что, все считаешь пятерки? Три, уже пять. Шесть, семь. Восемь. Девять. Десять, одиннадцать. Ну вот спасибо сказали. Точно сказали. Или забыли? Точно. Ай-яй-яй, а чего ж это так, а? Чего это дала? Двадцать. так а сегодня что поставить да сегодня среда вот она так а чё сказали когда не в пятницу точно нужно а тебе надо ты чё еще хочешь массаж от антона сергеевича послушайте рельсы-рельсы шпалы-шпалы ехал поезд опоздали на руку последнего вагона посыпалась одно куры прибежали поклевали поклевали пути прилетели пощупали пощупали пришел слой ее так не умеет а только антон сергеевич такими